Владивосток. ТП. Сиди. Лучший город Земли. Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Лучший город Земли». Мы продолжаем говорить о Владивостоке, и что-то подсказывает мне, что давненько мы не говорили о развлечениях, которые были популярны в Старом Владивостоке. А ведь сто с лишним лет тому назад у жителей нашего славного города у моря было немало развлечений. Например, подвижные танцы. Их в Владивостоке очень любили. В городе Нашинском работали несколько популярных танцплощадок. И исторические хроники рассказывают, что в начале XX века одна из самых модных танцевальных площадок располагалась на седанке. Каждую субботу в воскресенье в 7 часов вечера от железнодорожного вокзала туда отправлялся специальный поезд. Начинались подвижные танцы в 8 вечера и продолжались до полуночи. Но затем в половину первого ночи усталая и довольная публика, натанцевавшись, возвращалась домой в Владивосток. Кстати, в то время это было довольно безопасно, так как за порядком на танцевальной площадке и в поезде следили специальные полицейские патрули. Ну, справедливости ради замечу, что эта модная танцевальная площадка находилась за городом не просто так, поскольку довольно часто особо продвинутая публика исполняла там бесстыдные танцы. Нет-нет, не подумайте ничего плохого. Речь идет о танце под названием танго, и это слово в то время было ругательным. Кстати, в 1907 году бесстыдный танец под названием танго архиепископ Парижа предал анафеме. Что это за танец такой, если для него даже на юбке разрез специально делать придумали? Стыд-то какой и срам! Лишь через 7 лет танго посмотрит Папа Римский и, уступив напору моды, выдаст свое святейшее позволение. Вот так и танцуют с тех пор. Танго – это два серьезных лица и две пары забавных ног. Танго – это танец страсти, и это танец, который страстно любили танцевать в нашем городе. А на сегодня, пожалуй, все. До встречи в эфире!